Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса», где мы рассказываем и показываем, как можно монетизировать мечту и свободно организовать свой бизнес. Традиционно рассматриваем сферу услуг и, конечно, производства. Сегодня позвятим выпуск керамической посуде. Конкуренция на рынке посуды довольно высокая, в том числе и среди российских производителей. Ситуация осложняется тем, что емкость этого сегмента российского рынка можно определить лишь приблизительно, так как он входит в состав рынка товаров для дома и оценивается в совокупности другими сегментами. Известно, что посуда составляет около третья от общего объема рынка всех товаров для дома. В целом, темпы роста рынка постепенно снижаются. Эксперты говорят о том, что для производства керамической и фарфоров фаянсовой посуды наступили не лучшие времена. Потребители отдают предпочтение стеклянной посуде. Спрос смещается в сторону низкого и среднего ценового сегмента. Растет спрос на продукцию повседневного использования и профессиональную посуду для заведения общественного питания. Так ли обстоят дела с керамическим бизнесом? Сейчас узнаем. Я года 4 назад, или 3, я не помню год, по-моему 16 или 17, открыл заведение стритфуда на Жуковского, улице Жуковского, дом 18, назывался Black Walk. И мы, я вообще сам общепитовский, я отработал в общепите 5 лет примерно. Вот, и в больших холдингах, и в локальных ресторанах. Вот. И мы решили, в общем-то, открыть свое заведение. Мы его открыли, процесс открытия, мы начали его открывать и столкнулись с вопросом как раз-таки посуды. Нам уже тогда захотелось что-то эксклюзивное, индивидуальное, в чем будет еще выигрышней, аппетитней смотреться еда. И, естественно, процесс изучения вот этого вопроса, ну, я занялся этим из нас всех троих, у каждого были свои, конечно, обязанности. Вот. И я поехал смотреть посуду. Поехал я по большим, крупным магазинам, которые снабжают комплексные рестораны. Вот. Мне там ничего не понравилось, потому что уникальности я там никакой не увидел. И товарищ мне посоветовал съездить в одну компанию, ну, скажем так, компанию, которая производит как раз-таки посудорочные работы. И я туда приехал. И я для меня, ну, когда я ее взял, да, тарелку там, их было много, я понимаю, что это то, что нужно. Это круто. Это прям, это что-то новое. Я понимаю, что это ручная работа. И я проникся, при том, что, ну, в общем-то, есть возможность сделать под нас эксклюзив. И, ну, похожего не будет, ну, я надеюсь, в принципе. Вот. Но мне тогда сказали, слушай, окей, это был сентябрь месяц, я приехал туда за два месяца. Ну, я понимал, что это все-таки процесс. И мне говорят, после Нового года. Ну, я понимаю, что это невозможно. Ну, у меня через, я говорю, у меня через два месяца открытия. Они говорят, ну, мы понимаем, но нет. Ну, как бы, я думаю, ну, ладно, поехали, купили в Икеа. Тарелку. Вот. Это вышло еще и дешево. К тому же, потому что все-таки мы готовы. У нас был очень-очень-очень ограниченный капитал начальный для того, чтобы запустить нашу точку общепита. Вот. И, ну, мы готовы были, вот, на мое удивление сейчас, я понимаю, что мы были готовы заплатить 900 тысяч рублей за тарелку. Мы были готовы это сделать для того, чтобы получить вот эту уникальность. Есть спрос. Люди не справляются. Это, ну, прям, я проникся этим, и у меня это сложилось в голове. Я решил заняться посудой. Какой стартовый капитал у вас был на момент открытия? Вот на момент именно моего уже вовлечения в это направление у меня, естественно, не было, ну, ничего. Вот. И это действительно... То есть, нет, у меня была еще параллельно, чтобы мне самого себя содержать, у меня была параллельно еще кальянная существовала. Вот. Еще какие-то, ну, небольшие доходы, чтобы мне жить было на что. Ну, плюс, естественно, я продал бизнес, и тоже с этого часть денег у меня была. Но я не вкладывался изначально. Я взял заказ у одного заведения, вот. Ну, и я пошел его делать сам. Я арендовал место, я делал 300 тарелок, я слепил вручную сам. Вот. То есть, естественно, был процесс обучения, и я делал это под контролем опытных мастеров, но я все делал сам. С чего состоят тарелки, то есть, чтобы понимать, что мы закупаем для производства этой посуды? Да, сейчас мы закупаем готовую массу на высокотемпературную немецкую бесшамотную каменную массу. То есть, у нас, скажем так, не та керамика, ручная работа, которая предназначена для дома. Мы ее делаем как раз-таки для промышленных масштабов. То есть, есть профессиональное оборудование, есть бытовое. Вот. Если сравнить, у нас также, ну, условно, профессиональная посуда для ресторана. Вот. Она износостойкая, она имеет высокий обжиг, то есть, в среднем это 1260-1280 градусов. Вот. Соответственно, закупаем массу готовая. Стролитами, ну, вот начальник производства этим занимается, он же технолог. Вот. И, в общем-то, и также у нас глазури, они в основном, где-то на 75%, они тоже немецкие пищевые глазури, которые, в общем-то... Ну, скажем так. Это цвет, который дает, правильно? Да. Это, вот, глазурь, это как раз-таки... Ну, я на производстве вам все наглядно покажу, но вот все покрытия, это просто глазурь. И посуда имеет индивидуальные проекты, да, под каждый заказ. Я смотрю, что есть нестандартные выемки. Да. Да-да-да-да. Я извиняюсь, что перебиваю эти выемки. На самом деле, это очень прикольная штука. Честно, ну, я сейчас не буду врать, они мне приснили. В общем, история в чем? Для того, вот эта вот тарелка, она является, ну, одной из самых ходовых форм, которые есть. Почему? Потому что она плоская полностью, и как шеф вот сюда все положил, так вот это блюдо и отдается. То есть нет стека соуса и так далее, ничего. То есть она никакой не имеет глубины. Это круто. Но, допустим, для домашнего использования, а были у меня еще мысли для того, чтобы делать для дома, она неудобна для того, чтобы ее сушить и хранить. И я буквально, мне действительно, вот, я об этом, я об этом вспомнил, сидя здесь вечером, где-то было часов в 9, но, производства, уже не было никого. Я просто пошел и сам вырезал вот этот бортик у этой тарелки, пока она сохла. Для того, чтобы... И вот это идеально подходит для того, чтобы ее можно было сушить. То есть она встает в пазы, и это как бы является... И она еще получилась своего рода уникальной, какой-то вот чисто по визуалу. Вот что-то интересное. Вот эта же тарелка сделана была тоже специально под рамен. Вот я вообще еще пишу о ресторанах, я веду блог в Инстаграм. Я очень люблю есть, и поэтому... То есть это у меня вообще все вот в одно собралось. Это вообще профессиональный подход. Да, и я хожу в рестораны, я хожу к друзьям, к шефам, я хожу просто в рестораны, я пишу о них. И тем самым, так как я и так хожу постоянно куда-то, я пытаюсь какую-то пользу людям, чтобы они не думали зачастую, куда пойти, чтобы не потратить деньги и не выйти недовольным, потому что это очень часто. Значит, для одного из наших клиентов мы сделали вот эту вот тарелку для рамен. Это суп японский. В чем удобство? Палки, то есть рамен – это бульон, лапша, ну, какое-то наполнение условно, и бульон. То есть мы едим, допустим, бульон ложкой. Вот эти палки мы не знаем, куда деть. Вот. И они находятся постоянно здесь. То есть они никуда не деваются, они не падают. То есть можно доесть бульон, положив сюда палкой. То есть если не будет здесь выемок, они, естественно, скатятся. Ну, как правило, все-таки это личная уже вещь. Пока ты ее, когда ты ее уже распаковал, это уже становится личным. Вот. И не хочется никуда ее ставить. Вот поэтому ты ложкой доедаешь, потом ложку здесь оставил, взял, поел лапшу, положил туда палки обратно, доел бульон, и это очень удобно. И это стало, скажем так, некой, ну, я не могу сказать, визитных. Ну, может быть и так. Может быть и визитная карточка этого заведения, потому что теперь у нас эти тарелки никто не покупает, кроме них. Потому что они говорят, мы не хотим, как в том заведении, где мы их видели. Сколько тарелок, да, или какую посуду берут по количеству? Очень, 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 очень по-разному. Берут от, скажем, заведений, то есть есть полный закуп, есть до-закуп. Да, какая-то до-закупка, либо вот новое меню, им нужна какая-то, какая-то тарелка под десерт, под горячий, чтобы новое под волк решили везти, там, бургеры. Не важно. То есть это, ну, условно, там, от 30 тарелок до, наверное, максимально у нас брали в разовом чеке полторы тысячи тарелок. Какое нужно оборудование минимальное для этого? И приблизительно, если вы помните, стоимость оборудования хотя бы тоже в каких пределах? Нужно иметь, естественно, печь. Опять же, есть несколько способов производства посуды. Есть литье, есть отминка, есть формовка, вот. И под каждый вот этот вид свое определенное оборудование нужно. Ну, скажем так, самое вот простое, распространенное, что люди делают небольшие керамические студии, они либо отминают, либо гончарь, еще гончарь. Да, гончарь – это просто гончарный круг, руки мастера, вот. И опыт, и, естественно. Как видит художник, так он, в общем-то, и сделает. Какое количество требуется для производства вот такого формата посуды? Начинали мы. Я был, я был. И был один гипсомодельщик и, скажем так, один человек на производстве. Бизнес, о котором мы сейчас говорим, да, о производстве посуды, насколько он быстро окупаемый? Это тоже важный вопрос. То есть когда мы можем увидеть первую прибыль? Вот мы можем отладить все вот эти вот ключевые моменты? Ну, скажем так, опять же, вопрос, то есть здесь ответ такой будет немного плавающий, потому что все зависит от того. То есть мы можем начать, допустим, да, что является, какие цели мы преследуем. Мы преследуем большое производство, которое будет, в которое нужно настраивать. Это же тоже все деньги, это персонал, это запуск производства, это несколько месяцев. Мы работали, вот чтобы вы понимали, мы работали над продуктом полгода просто. Это аренда большого помещения. У нас производство 380 квадратных метров, и это аренда 380. Просто вот так. Я брал это помещение, потому что я был нацелен на такие масштабы и объемы. В целом, ну и опять же, локация мне очень понравилась. Для нас еще важны мощности производственные. То есть у нас на производстве там, ну, нам хватает киловатт для того, потому что печь одна, это 15, небольшая печка, это 15 киловатт, которая, в общем-то, одна тропка. Вот, соответственно, все зависит, опять же, от того, какие цели. Также мы можем, допустим, начать с небольшого помещения, с одного-двух человек. Это небольшие затраты на оборудование, действительно, небольшие, там, в районе, ну, предположим, там, 200 тысяч рублей. Можно будет, действительно, купить оборудование на эти деньги. Вот, ну и там, пару человек. То есть с этого можно начать. Я когда свой первый бизнес открывал, я сделал все, это была транспортная компания. Я сделал все возможные, все, наверное, самые главные ключевые ошибки начинающего предпринимателя, которые возможны. Я снял офис, я сделал сайт, вложился в сайт, я распечатал визитку. Ну, вот, наверное, вот эти три тогда сделал, и это не нужно было делать. Для начала нужно хоть что-то, хоть что-то сделать и понять, насколько это ценно. Безупречное качество вашей продукции – это главное условие ее популярности среди потребителей. При оценке качества керамических товаров основное значение имеют три основные характеристики – качество черепка, глазури и декорирование. Еще одним существенным отличием является эксклюзивность продукции. Для открытия собственного производства керамической продукции потребуется минимум 3,5 миллиона рублей. Рентабельность такого проекта составляет около 25-30%, а срок окупаемости – от 3 лет. Можно приобрести уже существующий бизнес. Он обойдется в 6-7 миллионов рублей с учетом аренды производственных площадей. В каждом бизнесе, каждый бизнесмен понимает, какие вещи ему можно упростить. Потому что зачастую, вы знаете, с развитием бизнеса возникает энное количество менеджеров, которые занимаются одним и тем же, но под разным углом. И если быть честным с самим собой, однажды сесть и совершить ревизию своего бизнеса, вы вдруг увидите, что вы можете упростить процессы, вы можете действительно ускорить многие процессы. Потому что чем больше людей в этом процессе задействовано, тем больше передаточных звеньев. Чем больше передаточных звеньев, тем дольше идет процесс. Посмотрите на свой бизнес. Возможно, от каких-то людей вам надо будет избавиться. Возможно, от каких-то процессов надо избавиться, потому что они бессмысленны и не нужны. Автоматизировать все нереально Вы знаете, я с интересом слушал высказывания одного большого банка О том, что мы сейчас сделаем полностью автоматизированный офис Вы знаете, я все время смеялся над этим Потому что человек, приходя в банк, нуждается в том, чтобы его встречал человек Чтобы он общался глаза в глаза с человеком Чтобы он задавал вопросы человеку Нельзя автоматизировать все процессы Есть рутинная работа, ее можно автоматизировать Конвейер, пожалуйста, хороший наглядный пример То, что человек будет делать, возможно, хуже, делает робот Однозначная операция, которая делает робот И это улучшение процесса Но есть вещи, которые нельзя автоматизировать Поэтому в каждом конкретном бизнесе Вы посмотрите, если это приведет к тому, что у вас пропадет А у вас бизнес может быть основан на человеческом общении Если у вас пропадет человеческое общение за счет автоматизации каких-то процессов Друзья мои, вы потеряете А если эта автоматизация действительно не связана с людьми, а связана с процессом Тогда вы выиграете Поэтому в каждом бизнесе это все индивидуально Смотрите, анализируйте свой именно бизнес Тогда вы поймете, что можно автоматизировать, а что нельзя Каждый выбирает свой путь Но главное в этом бизнесе найти свою золотую тарелочку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok